Запись пошла. Итак, друзья садоводы, я здороваюсь с Дмитрием Карелиным, Красноярск. Прошу сообщить ваше отчество. Память плохая. Леонида ведь? Значит, друзья, это непростой разговор, вот его крупный план, не знаю, удастся еще увеличить. Не, не получается его лицо, но вы видите его все равно. Но главное-то не это. Этот человек особый в том плане, что однажды, год или два назад я получил от него фотографии, вопросы и сильно большой объем проделанной работы. А Красноярск это проблемный город в плане абрикосов, слив, вишен и прочих абрикосов. Вот. Очень проблемный город. И он потратил на тот момент очень большие деньги, явно было видно, так. Он хотел в теплицах, это вы, Леонидыч, он хотел в теплицах, в очень большие площади, выращивать целиком деревья до, если я не набру, до плодоношения, получать урожай и на этом делать бизнес-деньги. Мне эта затея не понравилась, потому что стандартные теплицы, у них, и это и сейчас, и на данный момент, у вас есть и теплицы, и открытый грунт, а я за открытый грунт. Вот. Теплицы, они абсолютно не приспособлены для выращивания фруктовых деревьев. У них нет сквозняков, у них нет форточек, и деревья должны сразу начинать болеть, а у них и так проблем хватает. Вот. А были вами затраченные приличные деньги и силы. Вот. И я тогда сделал, взял, набрался смелости, долго думал, переживал, все-таки вы мой последователь, так. Вот. Переживал и сказал тогда, а давайте перестраивайтесь так, красоярк завален фальшивыми саженцами. Это такая невероятная дрянь. Вот. А теплица, она хороша тем, даже в таком, не приспособленном для фруктовых деревьев, без форточек, огромных помещениях. Вот. К тому же, затенённое ведь, правильно? Это вам не простое стекло, которое пропускает солнечный свет. Всё это минусы. И вот, чтобы не больше года, там росло. И что получилось? Вот сейчас я возьму и открываю ссылку, которую вы прислали. Называется ссылка на открытую группу. А я буду вам мусить, вас пытать, задавать вопросы. Вот я нажал, так. Так. И попал на... Это, наверное, ВКонтакте. Это, наверное, ваш канал. Сад Красняшка называется. История создания одного частного сада. Я хочу, чтобы любой мог потом зайти и следить за вашей деятельностью. С нуля. История создания частного сада с нуля. В виде дневника по технологии и семенами Железы Зоя Костиныча. Так. Группа создана для описания закладки частного плодового сада в городе Красноярск. Так. Ну, а дальше желающие могут делиться. Так. Вот он сад и... Чех. Прошу прощения. Алло, извините, я сейчас записываю фильм. Это будет минут 30. Вот. Можно будет потом перезвонить? Ага. Извините. Вот еще одна будущая жертва. Когда мне начинают задавать много вопросов, я говорю, я отвечу под камеру. И такие интересные получаются фильмы. Вот вроде нас с вами. Итак. Сад Красноярск. Значит, что мы видим? Ваши прививки пошли. Вот. Киргизская зимняя. Ну, я надеюсь, что люди видят. Я увеличивать не буду. У меня сейчас так быстро не получается. Конференция. Хорошая прививка. А вот еще лучше. Груша нарядная фирма. Скажите, почему вы используете эту изоленту? Все-таки это не лучшее. Что может быть? Я не использую изоленту. Вот это? Там оконцовка ветром разматывается. И я ее просто изолентой вокруг... А, ну все, понял, понял, понял. Дело в том, что мне нравятся, знаете, какие... Даже изолента для этого не годится. Я знаю, вы ее завязываете, а я изолентой к экрану. Понятно. Ну, я когда завязываю... Ну, понятно, это сверху. Вот. Главная любая вещь, которая... Вот в 19 веке бечевка просто использовалась. Или просто из ткани делались эти... Ленточки. А она не держит. Она же должна, по идее-то, вот как сдавила... Вот я показываю на экране. Как сдавила. Так она и должна держать все силы, как пружина. Ну, это ладно, к слову. И вот пошли ваши фотографии. Так. Вот это, наверное, прекрасная прививка сырьева какая-то. Еще... Я хочу придираться, только пока не знаю, к чему. Я... Первый вопрос был такой. Это на улице или не на улице? Потому что я вижу теплицу. Она или... Внутри теплицы вот эти саженцы. Желтая матюнина. Желтоплодная матюнина. Или это наоборот? Мои саженцы. А? Где? Это не мои саженцы. А чьи? Это... Платинкового сагу. Это явно... А Дьюча дал от Платинкового. А не на улице? Нет, это центральный ряд теплицы. Все. Вот это я первый вопрос был. Дьюча. Дьюча это фирменная слева нашего покойного друга. Латинкового. Вот название незнакомое. Пимбина. Апечисли Вадюк. Ух ты, здорово. Норис. Слушайте, вы меня обошли. Я вас поздравляю. Это не мои прививки. Это Латинкового. Это я посадил. Но этого года. Но все равно коллекцию увеличили. Я к чему говорю. А, да, да. Я вас с этим поздравляю. Что у вас будет уникальная коллекция. Он же лучший по сливам среди нас был. Понимаете? И вот я вижу вот эти сливы его. Ринхлот. Президентский. Вот. Дьюча. Пимбина. Дьюк. Норис. Вот я и все мы любуемся этими саженцами. Так? Вот. Изумрудные. Вот. Вот. Даже нет времени все это прочитать. Ну что, я вас поздравляю. Вот. Вы знаете, как легко стать лидером масштаба Красноярска, Сибири и даже всей страны. Вот делать то, что вы сделали. Замечательно. Есть одно но. Это все должно расти до плодоношения. Нет. Это идет на черенки все. Понятно. Долго в теплее. Я планирую участок на юге. Понятно. Долго в теплее держать нельзя. Есть более южные сорта. Они даже в прайсе идут как южные. И я их специально брал. Ну как бы планирую участок на юге. То есть я здесь буду жить, но там тоже будет сад. А что такое юг? Это Краснодарский край. Так, смотрите, вы живите на здоровье. Ну-ка, зарабатывайте будете тут. Жить я буду здесь, зарабатывать я буду и тут и там. Понятно. Понятно. Так, ну все, это мы посмотрели. Сливами полюбовались. Теперь надо выбраться отсюда. Так. Выбраться и снова зайти. Мне смущает то, что теплица сильно закрытая. Долго ли там сливы продержатся? Не болея. Ну, проверим. Проверим. Так. А, знаете, что получается? Я начал с конца. Была коллекция часть шестая, теперь часть пятая. Вот. Ну, в принципе, роли не играет. Вот сейчас я смотрю. Ника опять. Так. Да, там двойные есть. Радонеж, дюк. Все это в теплице. Меня это смущает сильно. Если бы тут были порточки, порточки, порточки. Они потом болеть начнут, если их не пересадить. Нет, они там растут чисто на веточке. И поэтому они пока там и будут расти. Ну, с другой стороны, все-таки защита от мороза 100%. И в радиусе все это видно. И название мне это более знакомое. Ника. Так, ладно, посмотрели мы. Там. Номер 5. А, от Сергея ваша часть. Ага, так. Номер 5 посмотрели. Все-таки Красноярск, это 500 км на север. Это ведь не шутки. О, это ведь не шутки. Так, коллекция номер 7. Боже мой. Я уж боюсь открывать, тут еще куча. Номер 6 посмотрели. О, номер 5 посмотрим. Ну, теперь я быстрее буду листать. Ну, и масштабы. Ну, и масштабы. Так, все, я прекращаю смотреть. У нас через полу, через два суток отключится этот самый, сам видеокамера. Так устроено. Номер 5. Глаза хребит. Номер 4. Боженьки мои. Вот эту коллекцию собрали. Я уже так, листаю. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Декабрь. Евразия. Все, и все, и все. Даже уже будешь дальше смотреть. Ну, у вас и аппетит. Ну, теплеца это гарантия, что это все в один год, как бывает у других. Я, знаете как, мне почему ваша идея понравилась и масштабы. Я об этом рассказывал, ну, узкому кругу. Значит, Воронежская область, да. Ну, это уж ближе к вам, как Роснодару. Ну, значит, Росошанская станция. Огромный научный сад. Коллекция сотни сортов того, сотни того, сотни того. Выписываю лучшие абрикосы России в мире. Выбрал самое вычурное название. Самое вычурное, такие, что и не слышал, да. Ну, там, лондонский гигант. Вот такого типа. И получаю посылку, а они все мертвые. Почки черные, черные все. Я звоню, я их по мере не называю. Я говорю, ну, побойтесь Бога. Значит, я вам деньги, а вы мне эти прислали мертвые. И вот, представляете, такой агрессивный немножко голос. Видимо, человек уже, ну, как сказать, я не первый. Ну, подрабатывал ученые, известные ученые на всю Россию. Ну, подрабатывал. То есть, это уже в частном порядке. Чернки нарезал, посылку, железо высылал. По тем временам, полторы тысячи рублей были большие деньги. И вот, знаете, какой. Учитывая, там ближе к Краснодару. Чем мы сейчас говорим. Краснодарский край. Ну, что вы хотите. Ноябрь тепло. Декабрь тепло. Январь трава зеленая. Потом морозы минус 20. Все, все погибло. Это десятилетие труда уничтожено. Понимаете? Вот это одна непогода. Поэтому мне так ваша идея понравилась. Значит, кусочек Краснодара. Под крышей. Правильно? И закаляете и развиваете эту тему уже в открытом грунте. Вот это мне понравилось. Я снимаю свою шляпу с своей высой головы. Так, коллекция сортов номер три. Опять бесконечная, 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 бесконечная. Все, выхожу. Никакого времени не хватит. Ну, поразили меня в самое сердце. Так, дальше идем. Сейчас смотрим коллекцию за номером два. Вот она. Какие саженцы. Что тут написано? Хабаровский абрикос. Академик. Чего это? Знакомое название, да? О-о-о-о-о-о. Так, тут даже сеянцы есть. Да, я вижу сеянцы. Тепрессия растут. Какие? А тут не видно. Так. Ладно, уже не будем, это, еще раз сеянцы. Не будем уже, и даже читать боюсь. Старо-веров, красная старо-веров, вот, даже такое название есть. Здорово. Ну, и коллекцию собрали. Вот. Пойдем дальше. Сейчас мы ищем коллекцию номер раз. Потом вы видите этот фильм. Вы все это и без меня знаете. Коллекция номер раз. Жигулевская. Это яблони пошли. Сувенир. Это вот. Зимняя. Пепин. Что это? Норрис. Я горжусь тем, что даже мои попадаются. Так. Ну, опять та же самая картина. Бесконечные саженцы. Бесконечные. Все, еще раз сюда выйду. Я, когда вы мне прислали эти сотни фотографий, мне стало плохо. Вот. Пока я разберусь, а почему я должен один это знать. Это равно должна знать своих героев. Это мой принцип. Получится у вас, получится у сотен других. Ну, надо же я все это свалкиваю с рынка. Их не выгнать. Вот. Не выгнать. Их можно только вытеснить. Вот пошли бесконечные эти самые горшках. Вот скажите. Вот я сейчас, да. История сливы, посаженного к тебе прошлого года. Эта слива точно дорастет до прививки. Вот так вы написали. И дальше пошли бесконечные горшки. Горшки. И сливы. Ой, вот тут целый ряд. Практически все взошли. Прошлогодние. Да, дорастут до прививки. Вот скажите. Меня вот это смущает. Вот. Вы сразу на реализацию? Вам столько ведь не надо будет для сада? Вы будете их продавать? Ну, какую-то часть буду. Но они тоже пойдут. Вот это все, как бы, ну, я сначала, как бы, хотел продавать. Все это. Но потом у меня стратификация в холодильнике прошла неудача. Просто практически ноль. Такого никогда не было. Ну, не взошло. Поэтому я решил так. Вот у меня там три гряды есть под абрикос. 20-ти метровые. Эти три гряды, там они есть, если вы полистаете дальше. А там они укрыты черным целлофаном, дырочки провязаны. Там полив проведен. Там, как бы, вы маленько подальше пролистайте. Сейчас я посмотрю. Я листаю, листаю. Нет, сейчас мало времени. Сейчас сами там ничего. Чего успеем, то успеем. Меня интересует именно момент. Выключи звук. Куда вам столько? Как вы собираетесь продавать? Смотрите, я поэтому эти гряды буду плотно усаживать абрикосами. Две грядки, то, что будет в теплице. И одна гряда будет, я снова посажу косточками. Это будет эксперимент. Мне самому надо быть уверенным, что они вообще будут жизнеспособны. Потому что в вашей книге написано, что саженцы, выращенные под укрытием, в Сибири не жизнеспособны. Поэтому, как бы, я большинство из них посажу себе пока. На первый год хотя бы проверить, как они пойдут в рост. Так вот, я что, преждаю. На продажу. Ну, как бы, сейчас у меня нет такой цели, чтобы, как бы, вот, взять все продать. Как бы, нет таких пока, как бы, необходимости такой. Пока это больше все как эксперимент идет. Но эксперимент, он такой, с большим, как бы, большие вложения и большие планы. Поэтому, как бы, еще годик. Я какую-то часть, я обязательно выставлю на продажу, но это будет частично. Также будут, они еще не готовы, но гряды под сливы и под все остальное. Там яблони тоже посажены грядами, там, через 30-40 сантиметров. Даже через 30, по-моему, все. Поэтому, как бы, какую-то часть я продам, но небольшая часть. Ну, вот, я, знаете, почему говорю. Все, что сейчас в тепле, под этим, она, есть два варианта. Я просто хочу вас упредить, это важнейший момент. Правда, я экспериментировал не на деревьях, я никогда не выращивал теплицы. Я экспериментировал на, извините, на простых помидорах. Значит, в один день помидоры рассаду высадил, прекрасно развивается. Другой день высадил, буквально на следующий день часть. И они все через неделю мертвы. Понимаете? Это зависит от внешних условий. Вы можете как, вот человек у вас, это важнейший момент, я уже показал ваши абрикосы, вот они, ну, и в том числе я абрикосы показал, прекрасно развивается. И момент только заключается в том, что может оказаться так. А, и второй важнейший момент, когда я 200 саженцев вырастил на подоконниках, прямо дома на столах, прижатых к окну, столы, вот, в горшочках, часть даже привил. Вы представляете, прижились, и у меня к маю месяцу, ну, буквально, вот, золотые руки, я думаю, неужели у меня такие руки. 200 живых, половина привитых. Когда я высадил их в грунт себе, они все умерли. У меня с тех пор поселился страх, я начал людям говорить, это важнейший момент, и просто учтите это. Я начал говорить людям, ни в коем случае не ращи на подоконниках. Потом кто-то написал, я то же самое сделал, но мои выжили. У них же не совпадают эти, как бы, фазы развития. На подоконнике одна фаза, на вас в теплице другая, а на улице третья. На улице ранняя весна, а у вас уже развились настолько, что они дальше не могут развиваться, им надо просто хотя бы закрепиться. Выровняться. И вот получается у меня массовая гибель. У кого-то получилось, ну как, он сразу говорит, я все затенил так, чтобы солнце не проникало. Полностью вот садил, тень, тень, тень. Ну, Коля убивал тряпки на это. И вот у них получился тени, как бы промежуточный момент. То есть они все-таки адаптируют, большая часть выжила. А у меня был крайний случай. Все мертвые, допустим, из 200 штук, 20-30 выжила. Но они сидят и не растут, сидят и не растут. Потому что у них как, там под крышей был уже июнь, как бы, ну, на подоконниках. А на улице только апрель был. Разница вот эта, она никуда не делась. А с помидорами вообще просто взяли. Половина нормально развивается в этот день, а другой в солнечный день. Они взяли все абрикосы, это, побелели и все, и все сдохли. То есть уже не эти рассады. И вот это, вот этот момент, да, человек берет у вас, покупает из-под крыши, привозит себе домой, садит, а она, бах, минимум не растет. И уже ему нужен совет при тянении. Да. Я сначала буду засаживать себе. Все это практически мне и пойдет. Там не так много взошло, как бы практически все это мне и уйдет. Это будет мой эксперимент. Но вот вообще по теплице я могу что сказать? А теплица и подоконник, это абсолютно разные вещи. Вот смотрите, я мало посадил туда, я просто это жалею осенью, потому что это был просто эксперимент. Я посадил только абрикос и сливы. Если бы я знал, что все так взойдет, я бы туда вообще все посадил. Там полтеплицы пустые. Вот. Поэтому смотрите, что получилось. Я 15 или 16 апреля вскрыл теплицу. То есть в октябре я посадил, пролил, закрыл черным целлофаном, сверху положил этот утеплитель рулонный, забыл как он называется, и сверху еще два или три слоя этого самого, как он называется, материал-то этот белый забыл, но не важно. Типа снег искусственный. Но когда начало таять, это вот солнце пошло, числа 5-го, наверное, как начало, сильно жарило теплицу, и видать вот это вот, оно 15-го, когда я вскрыл, а там они под банками были, от мышей, уже то, что взошло уже процентов 20, оно уже было как бы, уже даже по ним было видно, что они такого цвета, ну, уже не жильцы, они умерли в конечном итоге. Я это все вскрыл, открыл двери, сначала не ворота, а двери с обоих сторон, а мороз был, ну, еще было холодно, и они всходили, практически все до конца апреля взошло. А на улице еще доходило до минус 10, как бы в теплице днем-то жарко, а ночью-то, особенно когда еще грунт промерзший, там так же, как на улице. И лед, который оттаял, он возвращается, поэтому получается, что когда косточка априкоса сходит, маленько подоттаяла, потом это все возвращается, тем более солнца было очень мало в этом году. И ночью заморозки, а они уже вырастают 5-10 сантиметров, и они фактически открытые. То есть двери были открыты, потом я ворота еще открыл. Они фактически на улице, а температура минус 10. Если мы то же самое делаем в грядке, ну, то есть на улице, да, то как мы делаем, чтобы они взошли, их бесполезно садить просто так. Вот я садил 1 апреля, там 5-го, 10-го, неважно, они всходят в Красноярске, числа 10-го мая только начинают, а вообще основная масса 20-го мая всходит. А с 20-го по 30-е мая, это очень поздно, они не успевают. Они не успевают взойти, им заморозки не дают. Это во-первых. Во-вторых, их не обжигает холод. К этому, к 20-го мая, грунт уже оттаял, уже на метр. Там, и даже если заморозок ночной будет, он совсем небольшой. Здесь же, наоборот, получилось, что их очень хорошо проморозило. И проморозило и в земле, и проморозило, а просто ночными минусами, до минус 10 доходило. Так теперь я не понял, где лучше. что это не подоконник, это нельзя сравнивать с подоконником. А в то же время, на улице, если это делать, это можно сделать под пластиковой бутылкой, присыпанной землей. Но, когда появляется минус ночной, они под бутылкой находятся. А здесь они, как бы, в открытую получаются. Они уже 10 сантиметров выросли, и мороз их обдает минус 10, они открытые. Поэтому, как бы, вот на мой взгляд, они даже лучше закаливаются, на мой взгляд. Я пока не экспериментировал, эксперимент будет в следующем году. Я также посажу кости, и также выкопываю эти саженцы, и посажу 30 сантиметров друг от друга целыми грядами. Вот и посмотрим, как они будут жить. Ну, вот на мой взгляд, то, что произошло в этом году, это гораздо лучше, чем вот эта посадка на улице. Они, когда всходят, они уже не успевают обдаться ни снизу, ни сверху сильно холодом. Так, значит, смотрите, у нас заканчивается время, сейчас она сама отключится, раз, во-вторых, батарейки уже на исходе, у меня обычно их хватает на 30 минут, ну, не новая. Вот, разговор, по-моему, сложился, получился, так, вот, кто-то намотает на уз, теплицы, у меня есть опыт только по персикам, он оказался положительный, вот, и поэтому, пока осталось полторы минуты, скажите, вы не собираетесь этой роскошью заниматься? Уж то, что, но персик, это вообще, персик, это вообще экзотика. Лис, я тут разговариваю по телефону, не кричите там. Так, еще раз повторяю. Персиком собираетесь заниматься? Персики, я бы занялся с удовольствием, но в моей местности они не растут. У вас должны. Из чего я, что я вынес, вот из всего, я очень много всего садил, есть индивидуальная непереносимость сортов, ну, о том, что здесь, не полупустыня, о степи, я вам уже писал, вот, здесь очень не хватает питательных веществ для деревьев. И как-то я вышел, я даже внимания не обращал, на соседние горы посмотрел, они тоже, они лысые абсолютно, я могу снимок сделать, но на них есть полоски леса. Просто самосев, разные деревья, где они? Они там, где в горах сходятся две, как бы, гора с горой сходятся, и вот эта ложбина, снизу вверх идет, туда намывает, и идут полоски леса, вот в этих местах. То есть, здесь не хватает питательных веществ. и вот персик получается, он отлично сходит, я вам даже фотографии высылал, зеленеет, завязались плоды, и все хорошо. В середине июля он начинает желтеть, в середине августа они уже все лысые. В теплице или на улице? И в теплице, и на улице. Причем на улице они практически не вырастают, 30 сантиметров, там 50 и все. И сильно подмерзают. Даже не помогает укутывание. А вот в теплице, они вообще никак не подмерзают, растут, но вот здесь, именно вот в моей местности, им чего-то не хватает, они здесь не растут. Поэтому здесь я персиками заниматься не буду. Вот смотрите, вот на этой фразе придется остановиться, потому что сейчас, ну главное вы сказали, заниматься я не буду, неудачно. Но сейчас заканчивается запись, она сейчас сама щелк и все. Поэтому давайте сейчас так. Итак, ну как я, как этот ведущий. Значит, мы с вами, друзья, беседовали Дмитрием Леонидовичем. Так, значит, его блог называют, по-моему, Сад Красноярска. Если набрать, наверное, к вам люди попадут. Они теперь без меня, без вас, то есть с вашим участием, могут следить в ближайшие годы, с чем кончится ваше дело. Вот. Потому что есть варианты теплицы, есть варианты открытых грунт. и это надо как-то совмещать. Вот о чем мы сейчас говорили. Я очень доволен этой записью, потому что в начале огромного пути и такое впечатление, что рядом научное учреждение, по-моему, вы станете лидером буквально через год-два с первыми же плодами. Потому что, что вы замахнулись, все это невозможно. Все это невозможно. Все это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. В общем,